Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Александр Рязанов, старший инспектор по особым поручениям ОМВД России по Рязанской области. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! И вот сегодня поговорим с вами на тему того, что на вступили изменения в закон о Рязанской области, который регулирует розничную продажу алкоголя. Расскажите, пожалуйста, что это за изменения и кому, собственно, чем они грозят? 19 сентября 2015 года в закон о Рязанской области номер 98 об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области внесены изменения, непосредственно касаемые торговых объектов, так называемых рюмок, закусочных, баров, которые оказывают услуги и общественного питания на территории Рязанской области. Внесения изменены по ужесточению требований к реализации алкогольной продукции в данных заведениях, так называемых баров, мини-кафе, закусочных. Теперь в данных объектах запрещено реализовывать алкогольную продукцию. Остались только такие организации, кафе, рестораны, которые оказывают услуги общественного питания, имеют в своем торговом зале не менее 8 столов и не менее 32 посадочных мест. Также запрещено реализовать алкогольную продукцию на вынос в предприятиях общественного питания. То есть, если человек, грубо говоря, пришел в кафе и приобрел алкогольную продукцию, он не может вынести ее на улицу. То есть, соответственно, он должен употреблять ее в данном предприятии общественного питания. Это вот такие четкие условия, да? То есть, каждый, у кого есть вот это вот кафе, заведение, он уже может для себя понять, входит он в этот закон, теперь в эти изменения или нет, да? Да, конечно, у каждого предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность по оказанию услуг общественного питания, должно быть четко прописано о том, что является ли он рестораном, либо кафе, либо так называемым баром, мини-закусочным или чем-то другим. И данные объекты должны быть расположены непосредственно в жилых домах. А вот по-вашему, насколько теперь меньше станет место в нашем городе, да, где вот как-то нелегально или, может быть, да, ну, незачем продавать алкогольную продукцию. В настоящий момент четко в законе прописаны требования к встроенным, встроенно-пристроенным торговым объектам, в отношении которых непосредственно сотрудниками полиции будут применяться меры административного воздействия. А уж дальше, как будут закрываться, посмотрим. А сейчас вот уже как бы работа ведется, да, то есть уже ходят сотрудники по этим заведениям, говорят, ребята, вы не правы. Да, непосредственно с момента вступления закона в силу, то есть 19 сентября 2015 года сотрудниками полиции были проведены организационно-профилактические мероприятия, в рамках которых были выявлены административные правонарушения, за которые виновные лица принесли ответственность. Какая, кстати, ответственность? Ответственность по данному закону предусмотрена нормой Кодекса об административных правонарушениях, статьей 1416 Кодекса об административных правонарушениях, санкцией которой предусмотрена ответственность в размере от 5 до 50 тысяч рублей в отношении должностных лиц, а также ответственность предусмотрена юридическим лицам От 50 до 100 тысяч рублей. А вот не может быть такого, что, например, многим проще заплатить деньги, но продолжать продавать алкоголь, которыми продавать нельзя, и от этого у них будет большая прибыль? Здесь уже каждый предприниматель принимает сам решение о том, осуществлять ли ему деятельность незаконную дальше. Но сотрудниками полиции на постоянной основе будут проводиться такие рейды, и данные лица будут привлекаться к ответственности. То есть данный индивидуальный предприниматель будет платить административные штрафы, и суды будут вносить решение о конфискации алкогольной продукции, которая изъята была в данном заведении, а там уже предприниматель сам примет решение. А есть уже какие-то примеры, может быть, где-то что-то пытались закрыть, навести на путь истинный, а люди сопротивлялись? У сотрудников полиции как таковых полномочий нет для того, чтобы закрыть заведение. То есть мы выявляем и пресекаем административные правонарушения, совершаемые, и стараемся, чтобы эти административные правонарушения в дальнейшем не развивались, и человек не осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, к примеру, на территории Рязанской области. Таких случаев, ну как бы в Рязани есть такие случаи, с момента вступления первых изменений в 98-й закон, то есть много так называемых закусочных мини-баров, мини-кафе прекратили осуществление своей деятельности. То есть у кого национальными стандартами предусматривалось, то есть объем помещения и все условия предусматривались к переименованию данного заведения в кафе, либо в ресторан, то все были переоформлены и дальше осуществляли деятельность. А те, которые, конечно, не позволяли, они как бы в силу того, что штраф тоже немаленький, то есть закрывались. Как считаете, вот эти изменения, они пойдут на пользу нашему обществу? Да, я думаю, то, что так называемые мини-бары, мини-кафе, закусочные сейчас прекратят свою деятельность в связи с тем, что сотрудники полиции будут работать в данном направлении. Ну и, наверное, жители многих домов и районов тоже вздохнут с облегчением, потому что мало кому приятно, когда в его доме какая-то закусочная, где вечно пьяные люди, и жить там и ходить страшно. Да, и в настоящий момент тоже прописана данная норма в законе, то, что во встроенно-пристроенных помещениях даже те организации, которые имеют статус кафе, не могут реализовать алкогольную продукцию с 22 до 11 часов следующего дня. То есть, как таковые мини-бары, мини-кафе, они закроются. А вот как считаете, насколько законопослушные, в общем-то, жители нашего города, да, и насколько они будут добровольно соблюдать вот эти изменения закона? Или, может быть, уже сталкивались с незаконопослушными? Ну, как бы мы постоянно проводим данные рейды, как плановые, так и внеплановые, встречаются и законопослушные, и те, кто не хотят закрываться, и считают то, что это неправильно, неправильно их привлекают. То есть, случаи разные бывают. А как считаете, вот не повторится история, да, с игорными клубами? Когда их закрывали, они закрывались, потом открывались, а потом они даже туда никого не пускали, хозяева, да, зачастую. То есть, вплоть до того доходило, что приходилось с кувалдами, не знаю, вламываться и ломать двери. Вот как считаете, ситуация не напоминает? Возможно, но впоследствии посмотрим. Ну и вот, как считаете, в перспективе, да, вот эти изменения в законы, насколько они будут вообще благоприятно, подействуют на нашу с вами жизнь? Ну, это тоже в дальнейшем сейчас будем писать, будем привлекать лиц, выявлять факты незаконной реализации алкогольной продукции на территории Рязанской области, писать административные протоколы, то есть привлекать граждан и должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности, а впоследствии уже, я думаю, посмотрим, как, что. И непосредственно исполнителями данного закона будут сотрудники полиции, то есть в основном, чаще всего мы с ним сталкиваемся. И в случае каких-то несостыковок с данным законом, будут направляться письма в администрацию Рязанской области для внесения изменений. Вот скажите еще, пожалуйста, насколько часто вообще в нашем городе проводятся мероприятия, связанные с продажей алкогольной продукции? Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению фактов и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции на территории Рязанской области. За истекший период 2015 года сотрудниками полиции составлено порядка 900 административных протоколов, изъято более 10 тысяч литров алкогольной продукции, которые направлены в соответствующие инстанции для рассмотрения и привлечения данных лиц к административной ответственности. Данная работа сотрудниками полиции будет продолжена и находится на постоянном контроле руководства УМВД России по Рязанской области. Ну что ж, будем надеяться, что жить мы станем лучше, спокойнее и трезвее, да? Конечно. Спасибо вам, нашим телезрителям. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Александр Рязанов, старший инспектор по особому поручению УМВД России по Рязанской области. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»